Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ новости Алматинской области. В студии Эльвира Ликерова и сортоперевод осуществляет Даурен Абдрасилов. В городе Кунаев состоялась конференция на тему разъяснения нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан. В ней приняли участие члены Верховного Суда, руководители Министерства финансов, Комитета государственных доходов, представители региональных департаментов государственных доходов, налогоплательщики, а также Аким Алматинской области Марат Сутангазиев. На собрании были обсуждены актуальные вопросы налогово-администрирования для учета в проекте нового налогового кодекса «Камеральный контроль в систему управления рисками и пирамидами». Модератор конференции, председатель Управляющего Совета Ассоциации налогоплательщиков Казахстана Жанна Тертлесова отметила, что данная конференция – важный источник дополнительной информации, который позволит сконцентрировать усилия для улучшения бизнес-климата. Кроме того, это возможность поделиться наиболее острыми проблемами, выработать пути их решения. Также на встрече судья Верховного суда Республики Казахстан Гульжан Альмагамбетова разъяснила ключевые аспекты постановления Верховного суда на тему о некоторых вопросах применения судами налогового законодательства. По ее словам, были поставлены новые задачи в рамках разработки нормативного постановления, а за основу была взята судебная практика по применению норм налогового законодательства. Основными вопросами, которые были освещены в нормативном постановлении – это применение налогового кодекса, налогового администрирования и многое другое. Основными вопросами, которые были освещены в нормативном постановлении – это вопросы применения норм налогового кодекса в рамках налогового администрирования по искам о признании сделок недействительными, по искам о признании регистрации, перерегистрации и разъяснение отдельных положений административно-процедурно-процессуального кодекса. Мы рассчитываем на то, что данное нормативное постановление поможет как государственным органам, так же как и налогоплательщикам правильно понимать отдельные нормы налогового кодекса. Организаторы конференции Ассоциация налогоплательщиков Казахстана совместно с Министерством финансов, Верховным судом и Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. Мы должны понимать и получать обратный отклик от населения, от бизнес-среды, чтобы построить правильное законодательство. Более того, я же говорю, что сегодня имеется поручение главы государства о написании нового налогового кодекса пересмотра категории налогового администрирования, чтобы она стала понятным, чтобы она стала правильным, доступным и легко понимаемым для всех налогоплательщиков. В ходе мероприятия для участников выпала возможность получить ответы на волнующие их вопросы. В настоящее время, та же самая виза Ц5, эта проблема достаточно острая. Много китайских компаний обращаются по этому вопросу. И хотелось бы уточнить, и стоит ли на повестке дня в этой части корректировка. В том плане, что нормативное постановление прямо указывает, что это одно из бесспорных оснований для того, чтобы признать регистрацию юридических лиц недействительной. Любой иск о признании сделки недействительной или ликвидации юридического лица, он должен быть связан с компетенцией налогового органа. И вопрос о признании действительной регистрации и перерегистрации возможен только лишь тогда, когда в действиях, вернее, при создании юридического лица целью было его именно уклонение от уплаты налогов или уменьшение суммы налогов. Неплохими показателями завершился прошедший год для Алматинской области. Об этом поделился глава региона Марат Султангазиев, отметив, что за истекший год поступления в госбюджет составились 780 миллиардов тенге. А к 2021 году областной бюджет составил 396 миллиардов тенге. Регион занимает лидирующие позиции на внутреннем рынке по производству сои, кукурузы, табака, овощей, картофеля, мяса, яиц и шерсти. Тренд устойчивого экономического роста планируется сохранить и в текущем году. Также в целях создания благоприятных условий для жителей региона и повышения инвестиционной привлекательности области проводится работа по газификации, водообеспечению и расширению ирригационных систем с привлечением как иностранных, так и местных инвесторов, резюмировал Марат Султангазиев. По итогам года, благодаря субъектам бизнеса, область динамично развивается. Все темпы роста мы сохраняем. Во всех сферах положительная динамика есть. Если говорить про собранные налоги в прошлом году, в местном бюджете налогов составил 124%. Все это благодаря вам. Наряду с этим глава региона выделил еще ряд вопросов, требующих внимания. А потому так важно единообразное применение норм налогового законодательства как со стороны фиксальных органов, так и со стороны налогоплательщиков судебных органов. Акимобласти предложил разработать такой режим налогообложения, который станет инструментом повышения эффективного использования земли как одного из главных активов региона, что даст положительный импульс в развитии экономики области. Завершилось выступление главы региона видеороликом, повествующим о перспективном развитии города Кунаев. Напомним, Ассоциация налогоплательщиков Казахстана уже в 17-й раз проводит подобные конференции. Продуктивность подобных мероприятий незаменима для совершенствования налоговой системы в результате конструктивного диалога руководителей, специалистов государственных органов и граждан Казахстана. Ресурсы фонда «На благие дела» в Алматинской области обновлена материально-техническая база специальной школы-интерната. За счет средств фонда «Казахстан-Халкна» областной специальный образовательный центр в городе ЕСИК был оборудован сенсорными устройствами и речевыми тренажерами. В презентации обновленной спецшколы-интерната принял участие сам председатель правления фонда Буладжа Мишев, а также представители Министерства образования страны. Подробнее расскажет наш корреспондент. На сегодняшний день в областной специализированной школе-интернат номер 2 города ЕСИК обучается около 190 детей. Учитывая их особенности, создание благоприятных для их пребывания условий очень важно. Сюда относится образовательный процесс развития и социализации ребят. Для этого в школе оборудованы кабинеты социально-бытовой ориентации, психолога, логопеда и спортивный зал. «Нашим детям будет комфортнее обучаться практически. С этими устройствами у них повышаются познавательные способности. Мы тренируемся с их помощью. Новое оборудование, несомненно, поможет детям занять своё место в социуме, приобщиться к труду». По словам представителей Министерства просвещения, в стране насчитывается сотня аналогичных специальных школ. На их оснащение из фонда «Казахстан-Халкна» выделено 2 миллиарда 764 миллиона тенге. Из них более 63 миллионов будет направлено на обновление учебных заведений Алматинской области. Согласно нормам приказа номер 75, утверждённого министром, на сегодняшний день спецшколы оборудованы только на 30%. И это вызывает серьёзные сомнения в качестве обучения. Поэтому мы поддерживаем эту программу. На первом этапе будут оснащены специальные школы в районах и сельских населённых пунктах. Не скрывают своих эмоций и родители учащихся специальной школы-интерната. Они выразили благодарность за эту поддержку, от которой напрямую зависит физическое и психологическое состояние их детей. Спасибо огромное. Благодаря поддержке фонда теперь наши дети смогут получать качественные специальные услуги. Не передать словами ту признательность, которую испытывает каждый родитель. Желаю дальнейшего процветания нашей стране и здоровья тем, кто своей работой вносит вклад в её развитие. Ещё раз благодарю всех. На сегодняшний день в более 30 спецшколах страны ведётся работа по обновлению материально-технической базы. По словам представителей Министерства просвещения, их модернизация новейшим оборудованием будет завершена до конца марта текущего года. В духе политического соперничества и здоровой конкуренции. Именно так охарактеризовала текущую избирательную гонку перед выборами депутатов Можлиса парламента и Маслихаты всех уровней, исполняющие обязанности руководителя отдела изучения электоральных процессов Казахстанского института стратегических исследований при президенте Жанар Санхаева, передаёт Казинформ. Напомним, в настоящее время идёт вторая неделя предвыборной кампании кандидатов. По словам эксперта, ситуация показывает, что практически большинство кандидатов заняли проактивную позицию по продвижению своих программ. Одной из важных частей выборной кампании Жанар Санхаева отметила дебаты кандидатов, которые позволяют избирателям сравнить позиции кандидатов по ключевым вопросам. Поэтому дебаты разного формата необходимы на протяжении всей кампании. Прошедшие дебаты между представителями семи политических партий в прямом эфире Национального канала «Казахстан» показали достаточно хороший уровень их подготовленности. Каждая партия заинтересована в своей победе, заключила Жанар Санхаева. Отныне казахстанцы могут официально заявить о своём банкротстве. С сегодняшнего дня стартовал приём заявок. По сведениям Комитета по доходам, полтора миллиона граждан страны не могут выплатить платежи по кредитам более трёх месяцев. В связи с этим специалисты начали работу по разъяснению пунктов нового законопроекта. 30 декабря прошлого года глава государства подписал закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве казахстанцев. Этого момента особенно ждали те категории граждан, кто в буквальном смысле погряз в долгах и банковских кредитах. Разъяснительные работы по новому закону проводятся по всей области. Компания стартовала и в Карасайском районе. Первое – это внесудебное банкротство, второе – судебное банкротство, третье – восстановление платежеспособности. Первое – внесудебное банкротство, она подразумевается в том, что сумма долга не должна превышать 1600 мрп, то есть 5,5 миллионов. Второе – это идёт у нас более 5,5 миллионов, более 1600 мрп. И восстановление платежеспособности, то есть человек, имея долг, ему могут дать отстрочку до 5 лет. Специалисты управления по госдоходам встретились и с сотрудниками бюджетных организаций. Преподавателям разъяснили процесс проведения и правила сдачи налоговой декларации. В Карасайском районе отчётный документ по доходам и имуществу уже сдали порядка 10 тысяч государственных служащих. Однако около 17 тысяч человек всё ещё уклоняются от процедуры декларирования своих доходов и имущества. «Весь коллектив вместе со своими супругами сдаёт декларацию. Нам понятна цель всего происходящего. Как-никак мы строим новый Казахстан, в котором всё должно быть прозрачно и честно. Я полностью поддерживаю весь этот процесс». «Вначале у нас было много вопросов, но после разъяснения стало всё понятно. Коллектив нашей школы, все наши сотрудники уже сдали декларацию». Согласно требованиям декларации, работники государственных и бюджетных учреждений, а также их супруги, должны указать наличие или отсутствие долевого участия в компаниях. Отчитываются о имеющейся недвижимости за границей и прочих доходах. Таким образом, государство пытается предупредить факты коррупции среди своих граждан. К слову, сдать декларацию можно как оффлайн, так и онлайн через приложение ЕСАЛЭК. «Второй этап сдачи декларации прошли 59 тысяч населений Алматинской области. Я считаю, это хороший результат. Декларацию должны сдавать все работники государственных и квази-государственных структур. В следующем году на третьем этапе декларацию будут сдавать субъекты бизнеса. И уже в 2025 году очередь дойдет до рядовых граждан». Отметим при сдаче декларации на бумажном носителе. Срок ее приема ограничен до 15 июля. В электронном формате до 15 сентября текущего года. Отныне около полумиллиона молодых людей Алматинской области смогут получить жилье под низкий процент. Такая возможность у граждан появилась с введением изменений на государственном уровне верхнего возраста порога молодежи. «Теперь люди до 35 лет официально входят в ряды казахстанской молодежи, благодаря чему государственными программами, такими как ипотечные кредитования под низкий процент или денежный грант по программе с дипломом в село, могут воспользоваться еще больше молодых людей». Как только государство закрепило максимальный возраст молодежи, соответственно, количество молодых людей в области, как и в стране, тоже увеличилось. Если ранее их насчитывалось более 280 тысяч человек, то сейчас их число достигло около 450 тысяч. Теперь граждане, испытавшие проблемы с занятостью или наличием жилья, до 35 лет могут воспользоваться государственными программами, ранее недоступными для них. Я считаю, это отличная для них возможность. Отныне казахстанцы призывного возраста могут получить справку об отсрочке или освобождении от прохождения воинской службы через сообщение на сотовый телефон. Такое оповещение получат только те, кто зарегистрирован в базе мобильных данных граждан. Новая функция заработала 1 марта 2023 года. Об этом сообщил министр цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности Багдад Мусин. Он отметил, что акционерное общество, национальные информационные технологии и Минобороны запустили проактивную госуслугу по предоставлению информации об освобождении и отсрочке от призыва в армию. С 1 марта по всей стране начался призыв на срочную военную службу. Особенностью этого года является то, что теперь люди призывного возраста могут подать заявление на продление срока военной службы в цифровом виде. Во-первых, эта программа была введена для экономии времени граждан. Во-вторых, для предотвращения коррупции. В школе села Талдысай Актюбинской области теоретические знания ученики подкрепляют практикой. Уроки биологии там проводят в теплице, построенной во дворе учебного заведения. В зимний период в парнике выращивают огурцы, которыми обеспечивают школьную столовую. Эту теплицу во дворе Талдысайской средней школы построили 7 лет назад. Под парник отвели 64 квадратных метра. Его оборудовали всем необходимым, провели отопление, специальное освещение и капельное орошение. Все это позволяет выращивать свежие огурцы зимой, когда цены на них значительно возрастают. В теплице проводят уроки биологии для учеников 7-8 классов. По словам педагогов, благодаря практическим занятиям ученики гораздо легче осваивают пройденный материал. А уроки проходят интереснее и познавательнее. Совсем молодая. Пользователи Казнета обсуждают видео, на котором проводится обряд Казуззату. В описании говорится, что невестой стала 63-летняя женщина. Комментаторы отреагировали противоречиво. Если одни отнеслись к ситуации с юмором, другие посчитали, что делать свадьбу было излишне. Третьи пожелали счастья молодоженам. Были такие комментарии, как «Сколько она ждала этого момента? Пусть опашка будет счастливой». «Зачем делать той? Можно же было просто сделать неке. Странно выглядит, будучи пожилой, делать зато той». Никого не нужно осуждать. Каждая женщина заслуживает быть счастливой и сыграть свадьбу. Будьте счастливы. И вот это я понимаю осознанный возраст. На острове Пасхи в Чили обнаружили новую статую Муаи. Ее нашла команда ученых-добровольцев из трех чилийских университетов в ходе проекта по восстановлению болотистой местности. Внутри вулканического кратера Рано-Рараку новый Муаи высотой в полтора метра был найден на дне высохшего озера, лежащим на боку и смотрящим в небо. Стоит отметить, что каменные стуканы являются визитной карточкой острова. Здесь их больше тысячи. Они внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В США ходят активные споры на тему происхождения COVID-19. Министерство энергетики присоединилось к заключению ФБР, которое тоже склоняется к версии о непреднамеренной утечке созданного вируса из лаборатории в китайском Ухане. Тем временем, четыре других государственных ведомства вместе с экспертами национальной разведывательной группы все еще считают, что причина заражения человека этим вирусом, скорее всего, имеет естественную природу. Китайская сторона не раз категорически отвергала возможность того, что COVID-19 возник в лаборатории. А на брифинге в понедельник представителю МИД КНР Мао Нин напомнила, эксперты Всемирной организации здравоохранения, посетившие Китай в начале 2021 года, пришли к выводу, что утечка из лаборатории крайне маловероятна. Эти выводы она характеризовала как авторитетное научное заключение. Настоящий спортивный праздник, территория дружбы и взаимовыручки, равенство возможностей и уважения к соперникам, демонстрация преимущества здорового и спортивного образа жизни. Все это комплексные соревнования, которые прошли в Конаеве в честь празднования Дня Благодарности. Состязания, организованные Управлением физической культуры и спорта Алматинской области и Алматинским областным центром проведения спортивно-массовых мероприятий, прошли сразу по трем видам. Это турнир по мини-футболу, соревнования «Папа, мама и я – спортивная семья» и «Спортивная эстафета». На торжественной церемонии открытия было отмечено, что нынешние соревнования, посвященные Дню Благодарности, – это зарождение новой спортивной традиции в Алматинской области. Главная ее задача – показать юным казахстанцам, что единство и дружба народов лежат в основе нашего демократического общества в целом. А привлечение к спорту и занятиям физкультурой является основными направлениями государственной политики нашей страны. Данный праздник проводится впервые после разделения области. В них участвуют родители учеников, сами ученики. Выбраны такие спортивные люди, которые популярны в нашей стране. Самые смелые, решительные и находчивые ребята – учащиеся младших классов средних общеобразовательных школ города Кунаев. Их родители приняли участие в спортивном празднике. Папа, мама и я – спортивная семья. Подобные семейные старты не только сближают родителей и детей, но и передают подрастающему поколению представление об истинных семейных ценностях, приобщают юных спортсменов к здоровому образу жизни. Я пришла поддержать своих детей. Они учатся в 16-й школе имени Динмухамеда Кунаева. Хочу выразить огромную благодарность организаторам. В целом спортивное мероприятие проходит на высоком уровне. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились чаще. Конечно же, самой яркой и запоминающейся для ребят стала весёлая эстафета. Задания хоть и носили шуточный характер, но всё же требовали от участников немалых усилий в их исполнении. В конкурсах «Ловкая семья» и «Прыжки в мешках» участники соревновались в ловкости и показали свои умения работать в команде. В эстафете метание дротиков показали свою меткость. В честь празднования Дня Благодарности в областном центре прошёл также турнир по мини-футболу, в котором приняли участие все желающие – молодёжь и мужчины от 16 лет и старше. Фондюзер Мухаммедова при поддержке Пресс-службы управления спортом и физической культурой Алматинской области. Это были все новости Алматинской области. Встретимся в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова